Так, ну что, коллеги, добрый день. 13.00, у нас время Московское. Будем потихонечку с вами начинать, пока вы собираетесь. Ну что, кто у нас на эфире первый раз, вы находитесь на прямом эфире фитнес-эксперта. Меня зовут Юлия Бабошина, я сегодня модерирую эфир. Немножко новостей. Мы только что вернулись из прекрасного города Казань, там провели классное мероприятие. У нас состоялась конференция, была конвенция, тур по фитнес-клубам. Было здорово. Отдельно хочется отметить прекрасных участников. Очень активно у нас прошло мероприятие именно по конференции и по конвенции тоже. Мы остались очень довольны. Это, наверное, самое важное, когда не только мы, да, безусловно, когда мы получаем хорошую обратную связь, это значит, мы все сделали правильно. Ну, мы двигаемся дальше. По нашему графику у нас в сентябре состоится мероприятие в городе Минск. Мы туда приглашаем не только тех, кто находится непосредственно в этом городе, а также тех, кто хочет туда поехать, кто хочет провести с нами небольшое количество времени. И, безусловно, мы сейчас все уже готовимся к нашему мероприятию флагманскому. Это мероприятие, которое сейчас называется «Фитнес Россия». Туда мы объединим и объединяем итоговый весь контент, все наши труды, поездок во все города, собираем статистику, разбираем ваши проблемы, задачи, которые сейчас стоят перед отраслью. В общем, будет очень здорово, интересно. Поэтому вот у нас осталось, получается, уже совсем немного времени по нашим меркам. Поэтому сейчас уже у нас готова большую часть программа. И, соответственно, мы, безусловно, всех ждем. Вся информация есть у нас в соцсетях, у нас есть она на сайте, собственно, она есть везде. Поэтому, пожалуйста, смотрите, принимайте решение. Мы очень ждем. Итак, у нас сегодняшний эфир будет, собственно, про продажи. Наши потрясающие партнеры, очень их любим. Бизнес-корпус OpenUp. С нами сегодня Женя Романова. Женя, сейчас тебя будут вызывать в эфир. Выходи, пожалуйста, к нам. Я тебе выслала приглашение. Тебе надо его принять. И мы тогда тебя увидим и услышим. Я тут! Привет! Привет-привет! Меня хорошо слышно? Какой у тебя классный сзади пона. Ничего себе! Могу и вам такой же сделать. Слушай, очень классно. Очень здорово. Рада тебя видеть. Прекрасно выглядишь. Пропустили вы Казани и, собственно... Да, у нас прям отпускной период был. Все в отпуск уехали и... Ну, вы счастливые люди, я считаю. Что тут сказать? Зато в Минске увидимся. Всех в Минске зову. Да, в Минске мы тебя, так сказать, по полной будем просить поучаствовать. Потому что ты у нас же и для тренеров хочешь, точнее, не хочешь, мы тебя просим рассказать. Ты можешь... Хочу! 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 С удовольствием! Ну вот, соответственно. Ну что, во-первых, в Минске есть... Всех заманивают туда на то, чтобы посмотреть, например, фильмы. Кроме того, чтобы с нами поучиться. Те, которые у нас не выходят, да, там провести время. Слушайте, вообще там классно. Кто не ебал... Ну, теночку прикупить! Да, тут зарос ходить. Все там по списку. По списку прошлогодних рекламных кампаний. Вот. Все, Женя, я тебе сейчас включу презентацию. Сегодня я тебе буду помогать за кадром. Ты все знаешь, как переключать. Коллеги, я оставляю Женю. Пока я еще вижу, вы собираетесь. Жень, у нас, соответственно, я думаю, еще минуты-две-три будет, чтобы ты что-то еще рассказала. И, соответственно, тогда уже к теме. По всем вам. Тогда хорошего эфира. Спасибо, Юлечка. Спасибо. Всем привет. Вот Яна уже прочитала мой первый слайд и пишет, что видно-слышно. Отлично. Ну, если Юля и Яна меня уже видят-слышат, значит, на моей стороне проблем нет. Ребят, если будет что-то со звуком или там с презентацией, да, вы, пожалуйста, моргайте в чат. Будем разбираться по ходу полета. Да, но я, в принципе, стараюсь не отвлекаться на технические моменты, но тем не менее. Юля меня представила, на это время тратить не буду. Единственное, позову вас за полезностями. В ВК-шечка там у нас ВК текстовые полезности, а в Телеграме это наш аудиоканал. Там вообще разбираем разные кейсы, разные инструменты и так далее, поэтому контент не дублируется. Приходите за полезником. Ну что, сегодня берем с вами важную тему. Неважных здесь не бывает, да. Что делать с действующими клиентами, которые не ходят на тренировки. Тренировки. Действующие клиенты, да, у тех, у кого есть действующая клубная карта или абонемент. То есть понимаете, какой сегмент мы сегодня с вами берем. Берем тех, кто, еще раз, у кого есть клубная карта или абонемент, но он не ходит на тренировки. Вот это и будем брать. Давайте сразу договоримся, чтобы я вот 35 раз вот это не перечисляла, клубная карта или абонемент. У фитнес-клубов это клубные карты, у студий это абонементы чаще всего. Вот. То есть вы, пожалуйста, сразу себе фильтруйте контент, когда я говорю. Вы понимаете, клуб вы или студия, какая у вас система. Что сегодня возьмем? Мы будем работать сегодня с предиктором оттока. Расскажу, что это такое, как с этим работать и зачем. Инструменты по вовлечению клиентов в тренировки и действия менеджеров, администраторов и руководителей, чтобы вообще, что делать с этими клиентами. Итак, первое, что мы должны с вами понять, что почти 60% клиентов – это средняя по палате взята по индустрии в нашей стране. Почти 60%, друзья, это больше половины, вдумайтесь, после покупки клубной карты ходят менее 10 раз за весь срок их действия. И отсюда, конечно, ни в одном клубе, ни в одной студии не бывает 100% продления действующего. Не бывает, то есть так, к сожалению. И вот эта цифра взята, даже если вы сейчас говорите, ой, у меня не так, у меня там реально ходят и так далее. Мы сейчас берем чисто новых, не тех, которых у вас продлеваются, не те, которые у вас возвращаются, а новые клиенты. Давайте дальше чуть глубже в эту проблему. Чтобы что-то лечить, нам нужно хорошенько поставить правильный диагноз, разобраться в причинах той или иной болезни. То есть мы говорим таким метафорическим языком. Так вот, клиенты и пропаганда, мы это называем пропагандой, то, что пишут в СМИ, то, что трактуют люди про наш с вами бизнес, говорит нам, что это выгодно, когда клиенты покупают клубные карты или абонементы и не ходят. То есть вот я просто взяла выдержку из первого попавшегося сайта по такому запросу. То есть что пишут просто, понимаете, что пишут в интернете, что пишут в СМИ, что пишут разные телеграм-каналы и так далее, которые никогда не были связаны с фитнес-бизнесом. Они считают, что это выгодно клубам, когда у нас клиенты покупают клубную карту и не ходят. Представляете, и они это транслируют в массы. Обычные клиенты реально считают, что они нам делают высокое одолжение, большое одолжение, практически спонсируют. Я даже недавно была на стендапе, и там один из комиков говорил, что он спонсор трех фитнес-клубов. То есть говорит, у меня есть три карты в разные клубы, я туда не хожу, и тем самым я спонсор. И вы знаете, весь зал смеялся. То есть клиенты действительно считают, что нам с вами круто от того, что клиенты покупают карты и не ходят. А так ли это? А что на самом деле происходит, когда у клиента есть клубная карта или абонемент, но он не ходит? Давайте разберем последствия. То есть если вы еще не знаете вообще, нужна ли вам эта тема, или вы в эту сторону вообще еще ни разу не ходили. Я еще, знаете, заметила, если говорить о продажах, ну и серии, как увеличить продажи, то посещение таких эфиров и вебинаров гораздо выше. Потому что многим кажется, что продажа – это самое главное. Конечно, продажа – это самое главное. Но ведь работа с клиентами, которые купили и не ходят, это еще более важная история. Вот давайте я вам сейчас это докажу. Респектую всем, кто пришел на этот эфир, поняв, насколько эта тема для вас важна. Вот вы реально большие молодцы, вы зрите в корень. Итак, если клиент имеет действующую клубную карту и не ходит на тренировки, что происходит? Клиент не покупает на территории клуба или студии дополнительные услуги и товары. Ну, его просто нет физически, правильно? Это значит недополученная прибыль по дополнительным услугам и по ДСУ. ДСУ – это дополнительные спортивные услуги типа персоналов, мастер-классов и так далее. А значит, это в том числе и недополучный заработок тренерского состава. А значит, это неудовлетворенность сотрудников и текучка. То есть понимаете, насколько цепочка длинная? Дальше. Клиент не продлевает карты и абонементы. Ну, то есть если он не ходит, он и не будет продлевать. Мы тоже не должны заблуждаться, должны это понимать. Значит, это недополученная прибыль по продлению. Клиент не рекомендует клуб и студию своим знакомым. Если он не ходит, он нас и не рекомендует. Как он будет нас рекомендовать, если он к нам не ходит? Значит, это недополученный трафик по рекомендациям. Клиент не имеет положительного опыта от клуба или студии. То есть он к нам не ходит, у него и нет положительного какого-то мнения. Значит, это недополученный репутационный рост. Согласитесь? Он нам ни отдых не напишет, нигде. И теперь давайте еще глубже копнем, возьмем и посчитаем, сколько стоит клиент на всю жизнь. То есть мы с вами всегда занимаемся, и сейчас огромное количество запросов, а где брать новых клиентов. А давайте начнем все-таки с более важной истории, а как удержать действующих, тех, которых вы уже нашли. Давайте посчитаем, сколько стоит клиент на всю жизнь. Ну, на всю жизнь мы давайте возьмем не так глобально, на 5 лет. Я внизу написала небольшую формулу, вы подставьте свои цифры. Берем такую формулу. Количество лет, которые клиент будет с нами, ну, я взяла 5 лет. Вы можете взять больше, можете меньше, можете по-разному посчитать. Формула простая. Количество покупок клубных карт в течение года. Ну, я здесь взяла одну годовую карту. Если у вас там ежемесячные платежи или еще что-то, здесь опять же подставьте. Средний чек по клубным картам взяла для простого счета 15 тысяч рублей. Здесь вы подставите свою стоимость клубной карты или абонемента. В среднем клиент покупает дополнительных услуг в год на сумму. Взяла среднего клиента, не который каждую неделю по три раза персоналит, но и не который вообще ничего не покупает. Средняя взяла. И таким образом у меня стоимость одного клиента на 5 лет получилась 255 тысяч рублей. То есть это та сумма, которую вот в моих вводных, вы подставите еще раз своей вводной, клиент за 5 лет приносит вашему клубу или студию. Да, ваша задача – посчитать стоимость своего клиента на всю жизнь и понять, а сколько вообще нужно ли копать в этом направлении. Потому что что мы видим в клубах и в студиях? С продлением начинают работать, когда карта заканчивается, и их нужно продлевать. И мало кто работает с теми клиентами, которые находятся в зоне риска, которые перестают ходить или которые так и не начали ходить. Есть, конечно, здесь страх того, что если я позвоню, клиент не ходит, я ему позвоню, он скажет, ой, да, сделайте мне возврат. Я не буду здесь врать, не буду скрывать, такие клиенты будут. И там по закону мы должны будем сделать им возврат, да, пересчитать там остаток карты. Но таких клиентов будут единицы. Если вы не будете ждать, когда клиент уже полгода не ходит, да, а когда вы будете делать действия, которые предвосхищают вот такой длительный пропуск тренировок, да, сейчас я, естественно, дам эти действия, потому что моя задача была вас в первую очередь убедить в том, что эти действия нужны, то и не будет вот этих возвратов. То есть они будут, но они будут в очень маленьком проценте. В принципе, стандартный процент возвратов 3, там, иногда 4 процента, в некоторых клубах 5 процентов возвратов. Это небольшая цифра, мы к этому должны быть готовы. Но перед этим мы должны сделать все действия для того, чтобы клиента вовлечь в тренировки, потому что он не будет продлеваться, все. То есть я вам показала здесь, какие недополученные выгоды, это критичная цифра, да, допустим, вот посчитать, сколько клиента на всю жизнь стоит. Теперь ваша задача решить самим, стоит ли работать с такими клиентами, стоит ли вкладывать ресурсы в работу с такими клиентами, потому что ресурсы, конечно, в первую очередь здесь, это не деньги, это, я имею в виду, какие ресурсы вкладывать, это силы и это время. Силы и время разных сотрудников, администраторов, тренеров, менеджеров по продажам, если у вас есть отдел продаж, руководители отдела продаж, управляющих и даже собственников. Да, в меньшем объеме это деньги. То есть мы все равно даем вам инструменты, где деньги либо не нужно вкладывать, либо какая-то минимальная история. Вот. И, конечно, здесь решите, стоит ли дальше смотреть сегодняшний эфир. Вот. Я надеюсь, что я вас убедила, что с этими клиентами работать нужно. Если вы пришли на эфир, значит, у вас все равно об этом мысли уже есть, и вы в эту сторону хотя бы смотрите, а кто-то уже делает эти действия. Давайте теперь разберемся с причинами, да, чтобы дальше лечить какую-то болезнь, нам нужно понять, а почему она возникает. Почему клиенты не ходят, если у них есть действующая клубная карта или абонемент? То есть многим кажется, что самое-то сложное, это, точнее, наша сторона, сторона клубов и студий, нам кажется, что самое сложное – это продать абонемент или клубную карту. И в эту сторону мы вкладываемся. Мы обучаем менеджеров, мы обучаем админов, мы платим за входящий трафик, мы, значит, как-то привлекаем клиентов, да, вот здесь мы делаем какие-то усилия. То есть нам кажется, что вот все, главное – продать. Нифига подобного. А главное – сделать так, чтобы клиент после покупки клубной карты ходил, тренировался и так далее. Давайте разберемся, почему клиент не ходит. Я здесь вывела только часть причин и вывела только те причины, на которые мы можем повлиять. Ну, причины типа переехал в другой город, в другую страну, на другой конец большого города, мы не можем с вами повлиять, если у нас не сеть фитнес-клубов или студий, и мы находимся в неудобной для клиента локации. Согласитесь, на эту причину мы повлиять не можем. Хотя после пандемии у многих клубов и студий, слава богу, появились онлайн-тренировки. Мы можем как альтернативу предложить клиентам онлайн-тренировки, и кто-то даже соглашается, и это тоже есть часть сервиса. Понятно, что там часть клиентов говорит, нет, я не хочу онлайн, я хочу ножками приходить. Окей, как бы здесь тогда мы точно ничего с этим сделать не можем. Но есть масса причин, на которые мы с вами можем повлиять. Давайте по ним пройдемся и пойдем уже к инструментам. Первое. Клиент не видит результат или появился эффект плата. Клиент не видит результат, например, ну, чаще всего люди приходят там привести себя в форму, скорректировать фигуру, похудеть там и так далее, да, в меньшей степени набрать массу. Все больше людей, которые приходят, типа, фигурой довольны, но вот спина там что-то где-то побаливает или еще что-то, и клиент не видит каких-то результатов. Надо понять вообще, за какими результатами он пришел, ходит ли он на нужные тренировки, а как он за пределами тренировки себя ведет. Может быть, она пришла похудеть, каждый вечер же там поджирает бургеры, да, например. Или эффект плата, а он неизбежно у всех наступает, да, когда там два месяца результат есть, особенно те, кто худеет на весах, да, а потом наступает эффект плата, да, когда вес встает или даже наоборот идет откат. И вот в этом моменте у очень многих клиентов происходит демотивация, они перестают ходить. Да, вторая причина – разочарование в клубе или студии или какой-то негативный опыт. Ну, из серии думал, что вот так, а оказывается вот так, да, есть какие-то разочаровывающие моменты. Неправильно поставленная цель, да, но если там приходит девушка и хочет за, не знаю, месяц похудеть, не знаю, на 10 килограммов, да, абстрактно, но тем не менее. Или приходит человек и хочет там через полгода пробежать марафон, с дивана до марафона, да, или еще какие-то цели, которые, ну, например, приходит тетенька, у нее болит спина, она начинает ходить, например, на пилатес групповой, да, потому что на персональном пилатесе есть, скорее всего, тренер, там, какую-то мини-диагностику проведет, поймет, да, там, может быть, отправит к доктору и так далее. А вот она начала ходить, ну, что там, занятия, здоровая спина. Сейчас почти в каждом фитнес-клубе есть там здоровая спина. Ну, как бы, приходит человек, у нее три грыжи, две протрузии, она начинает ходить на, заметно, здоровая спина, и нет никакого результата. Как все болело, так, ну, естественно. Ну, как бы, камон, давайте быть честны. Если у нее три грыжи и две протрузии, тренировки здоровая спина, групповые, ей, конечно, не помогут. Ну, да, это тоже неправильная цель, да, и там разные еще какие-то цели. Отсутствие или исчезновение внутренней мотивации. Отсутствие, давайте, мотивации. Пришел человек, ну, из серии, все пошли, я пошел. Ну, это вроде как бы тренд ходить на фитнес. Ну, вроде как засиделся, ну, надо бы. То есть нет какой-то сильной мотивации, да, то есть ее, в принципе, нет. И мы в клубе не смогли ее сформировать, не помогли сформировать эту мотивацию. Либо исчезновение внутренней мотивации, не знаю, пришла перед отпуском похудеть, чтобы на море там получше выглядеть, на море съездила, все, а дальше что? Дальше зима, шубы, кофты, как бы можно и не худеть, да, или там замуж вышла. Ну, это анекдотичные случаи, но, к сожалению, они повсеместно развиты. Да, у меня куча каких-то девчонок знакомых, подружек, там, бывших коллег и одноклассников, которые замуж повыскакивали, и все, и как будто, ну, вот, и их реально просто понесло, просто понесло. И это не анекдот, это жизнь почему-то вот так, да. То есть исчезновение внутренней мотивации, когда покупала карту, была мотивация, через какое-то время мотивация закончилась, например, да. Дальше, отсутствие внешней мотивации, потому что есть наша внутренняя мотивация, когда я сам хочу, потому что, мне надо, потому что. А внешняя мотивация, когда нас кто-то снаружи мотивирует, ну, знакомые, там, мужья, жены, дети, там, не знаю, и там, давай, 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 молодец, да. Внешняя мотивация нам тоже помогает. Она не является для большинства людей главной, но она всегда помогает. И на внешнюю мотивацию мы тоже можем с вами повлиять. Мы, конечно, не мужья, а жены наших клиентов, да, и даже там не друзья, но мы можем со стороны сотрудников нашего клуба или студии помочь клиенту усилить эту внешнюю мотивацию. Похвалить, сделать комплимент, замотивировать, давай-давай, провести соревнования, провести какие-то мероприятия, да, и так далее. И во многих клубах проводят периодически всякие революции тела, тело в дело, да, там и так далее. Да, только это очень эпизодически, очень на маленькое количество клиентов. То есть когда там клуб проводит тело в дело, например, или там тело к лету, участников 30 человека, действующая клубная база, там, 4 тысячи клиентов. Ну и давайте считать, да, это там 0,00 каких-то тысячных процентов, а остальные клиенты, ничего не нужна мотивация, ну и так далее. Давайте сейчас с этим тоже разберемся. Комплекс чужой среди своих. Про этот комплекс я очень хорошо знаю, потому что я сама, когда хожу, я недавно пошла в новый фитнес-клуб возле дома, и несмотря там на свой опыт, сколько я работаю в клубах, сколько я тренируюсь в клубах, я сама КМС и так далее, все равно приходишь в новый клуб, и все равно, мне кажется, что меня все смотрят. А я только бегаю, я занимаюсь бегом, и я там к тренажерам, ко всяким остальным, которые мне подхожу, тут у меня есть растяжка, у меня есть какая-то там своя нагрузка, но, да, по преимуществу я беру клуб, потому что на улице жарко, и я не могу бегать на улице. Вот, соответственно, я прихожу, мне кажется, что все вот, кто тренируется, на меня смотрят, что к чему. Мне кажется, когда я долго бегаю, там, по полтора, по два часа, на меня тоже все смотрят, а еще, знаете, когда дорожки стоят у окна, ты стоишь спиной, а сзади, за тобой вся тренажерка, кажется, что вот все на тебя смотрят. Еще я не хожу в раздевалку, я прихожу в форме, после побега ухожу в форме и моюсь дома. Мне тоже кажется, что на тебя... То есть вот это не моя, не только моя история надуманная, когда я начинаю делиться со знакомыми своими вот этими вот ощущениями, я понимаю, что это не я, ку-ку. Это очень много людей вокруг думают точно так же. А когда я начала, вот готоваясь к сегодняшнему эфиру, начала гуглить причины, по которым люди уходят из фитнес-клуба, вы тоже можете погуглить все в открытом доступе, это одна из главных причин. Я не считаю себя самым закомплексованным человеком, у меня есть какие-то комплексы, но они там не глобальны, а ведь очень много людей, которые приходят с огромными комплексами. И не так давно, года три, по-моему, назад, еще до пандемии, прямо аккуратно до пандемии, в сети заверутился ролик, где женщина с очень большим избыточным весом пришла в фитнес-клуб и встала на дорожку. Она не бегала, она ходила, ей, видимо, сказал кто-то умный, что нельзя бегать, когда большой вес, что нужно ходить, она все правильно делает, то есть она стоит на дорожке и спокойненько себе ходит. Так вот, ролик заверутился, ее кто-то снял с камер видеонаблюдения, то есть зашел, например, к охране клуба, или где там, куда выведены камеры, сняли ее с камер видеонаблюдения, выложили очень неприятный комментарий в сторону этой женщины, тренер этого клуба, то есть над ней посмеялся, причем по-жесткому, выложил ролик, где она ходит на этой дорожке, с очень жесткими комментариями, и выложил у себя в сторис, в социальной сети. Этот ролик разлетелся именно не с точки зрения смеха над этой женщиной, как раз-таки общество отреагировало, слава богу, правильно, а все были очень возмущены поведением самого тренера, но вы понимаете, все вроде осудили этого тренера, этого тренера даже уволили из этого клуба, клуб московский, но на подсознательном уровне такие вещи у людей всегда. То есть, когда ты приходишь, у меня тоже есть лишний вес, я после родов как раз сейчас этим и занимаюсь, и, конечно, я не в той форме, в которой я была до беременности, но все равно ты думаешь, блин, может, у меня слишком толстая пятая точка, а зачем я наделала сильно, ну что, я буду приходить, не знаю, в шароварах, что ли? Да нет, ну ибо так сам с собой разговаривать, да и пофигу, я специально сюда пришла, чтобы похудеть. Ну что, я должна где-то похудеть в подворотне, чтобы прийти в фитнес-клуб? Причем я хожу в очень простой, демократичный фитнес-клуб, потому что он реально возле дома, а мне нужна только дорожка. Мне нет смысла там переплачивать, ездить куда-то там, да, и так далее. Вот. Но вы знаете, я специально вот после того ролика, который вот этот вот ужасный ролик тренер разместил, стала наблюдать за клиентами в фитнес-клубах. Я за эти три года, вот как этот ролик прошел по сети, в тех клубах, где я занималась, не увидела ни одного человека, ни женщин, ни мужчин с слишком избыточным, лишним весом. То есть, как бы, это говорит о том, что вот эти люди, которые, которые в первую очередь, да, хочется там похудеть, привести себя в форму, которые очень опасны для здоровья, такой лишний вес, они стесняются приходить к нам в клубы, в студию. Они реально стесняются. Потому что, ну, как бы, в принципе, у них комплексы. У большинства людей, хоть там сейчас бодипозитив, вся эта история, но все равно большинство людей комплексы эти есть. Они еще боятся, что над ними будут смеяться тренеры, другие клиенты и так далее. Потому что вот сейчас я прихожу в клубе, смотрю по сторонам, да, прежде чем встать на дорожку, там, пока разминаешь и так далее. И что вы думаете? Вокруг одни фитоняши. Ну, серьезно. Практически фитоняши у всех фигурит. Думаешь, блин, с моими там 10 килограммами после родов думаешь, что это? А где? Где все тетеньки, дяденьки, которые хотят похудеть? Вы где, блин? Я не зря на этом останавливаюсь, потому что это глобальная проблема. Допустим, магазины одежды, они во многом уже пошли вперед. Вы видели наверняка там в своих городах, да, и там в соседних городах куча магазинов, которые называются Big Size, XXL, там, не знаю, какие-то менее толерантные названия, но тем не менее. То есть магазины уже есть, где изначально продаются большие размеры. И в интернет-магазине тоже уже есть там, да, в интернет-магазинах, на маркетплейсах есть прям одежда специально для людей с лишним весом. Так может быть, даже в этой стране, если пойти сейчас и рассуждать на этот счет, может быть, ввести программы авторские, да, групповые, например, потому что далеко не все люди, которые с лишним весом могут платить за персоналки, ввести групповые программы для людей с лишним весом. Ну, потому что мы знаем, если тетенька при росте там метр шестьдесят и при весе там сто пятьдесят килограммов, ей нельзя идти ни на какой бодипамп, ей нельзя идти на какие-нибудь аэробные вещи, ей нужна индивидуальная программа. Но она не может себе позволить персонал. Ей нельзя ударная нагрузка, пока она не скинет вес. Да, то есть потом уже можно подключать ударную нагрузку. Поэтому здесь в эту сторону тоже нужно разворачиваться. Тоже можно создавать программы, которые будут интенсивны, но без определенных упражнений, где тетеньки будут приходить и чувствовать себя свой среди своих, где вокруг меня стоят точно такие же тетеньки сто пятьдесяти килограммов. И в этом нет ничего страшного. Да, мы все сюда пришли худеть. И лучше я буду здесь, там, как бы, среди своих, чем я буду зажирать свой, там, стресс, там, и там, про продолжительность жизни я вообще не говорю. Я останавливаюсь на этой причине, потому что она очень популярная причина. Очень популярная. То есть когда я покупаю карту, мне еще, типа, не страшно. А вот когда мне уже надо лосинчики натянуть и выйти к людям, а еще я заглядываю, регулярно прохожу, когда вечером заглядываю в зал ГП, который всегда открыт, вот в клуб, куда я сейчас хожу, и там тоже, вы знаете, ну, есть тетеньки, у которых есть небольшой лишний вес, но там нет людей, которые, ну, по факту, откровенно туда и нужно в первую очередь. Поэтому здесь задумайтесь, мы можем помочь людям с лишним весом почувствовать себя комфортно. То есть мы точно можем помочь привести себя в форму, если они этого хотят, но самое главное – дать почувствовать себя комфортно. Я не знаю, я еще никогда не просчитывала и не смотрела маркетинговую зону, поэтому здесь с уверенностью говорить не буду, но тем не менее, студии, может быть, клубы нет, но прям студии с одним залом или даже с двумя небольшими залами можно открывать прям под модель для людей там XXL, да, то есть там назвать их как-то, да, то есть ввести под них прям программы и MindBody, и интенсивные, и какие-то там, не знаю, даже танцевальные программы, да, здесь нужно, то есть это прям узкая ниша, это как вот одежда для людей больших размеров, также и для людей, которым нужно не 10-20 килограммов убрать или там несколько размеров, а прям, ну, типа 50 килограммов, 70 килограммов надо убрать, да, то есть вот как бы вот в эту сторону можно посмотреть, это как идея для стартапа. Ладно, едем дальше. Наличие вредных привычек, несовместимых с ЗОЖ. Это тоже такой бич, я много уже говорила и на выступлениях разных, да, в Екатеринбурге ребятам кто был, рассказывала как раз-таки вот с Юлей, с Максимом, когда приезжала, и на каких-то эфирах тоже уже затрагивала эту тему. Ну все же что? Если фитнес, то это ЗОЖ. То есть типа если я начал ходить на фитнес, значит я пиво пить не могу, винишко, ну ладно, там бокальчик красного, значит, бургеры есть не могу. Вот если я хожу на фитнес, значит это только грудка и рис. Ну из этой серии. Я вам даже скажу, папа мой вообще стебет, я там побегала, например, прихожу и там, не знаю, ем какие-нибудь мамины пирожки. И папа мне там сидит, типа, что это ты? Ты же вон бегаешь. Я говорю, и что? И что? Ну то есть если я бегаю, если я занимаюсь каким-то фитнесом или какой-то активностью, я что, не человек? Я что, не могу пиво попить? Я что, не могу? Папа еще там для него был шок, когда он в Париже на марафоне увидел людей, которые бегут и курят. Да я таких людей полно видела. Не надо в Париж для этого ездить. Я сама, например, ну я же не пропагандирую, да, курение здесь надо сделать поправочку, но тем не менее одно другому не мешает. То есть я бегаю, но при этом я себе не отказываю ни в какой еде, потому что я сжигаю за бег такое количество калорий, что могу себе позволить есть любую еду. И я не комплексую насчет этого, да. А человеку кажется, что вот я походил на фитнес, потом поехал в отпуск, там, собственно, ел все, что хочешь, пил все, что хочешь, ну и что теперь? Ну все, теперь смысла нет возвращаться на тренировки. Или если я там, например, ну не знаю, не могу себе позволить там или не люблю полезное питание, значит, мне на фитнес ходить нет смысла. Ну это тоже нужно развеивать. Тоже нужно развеивать. Дальше. Отсутствие свободного времени, неудобный график работы, неудобное расписание групповых программ кому-то неподходящий и так далее. Это тоже причина. Все, тут у меня нет времени, я не могу там ходить по вечерам, я задержу, там, или на работе задержали, все, ну смысл, я еще скажу на тренировку, приду уже в 10 вечера домой, там уже спать пора. Очень частая причина, когда люди там одну тренировку пропустили, потом вторую, потом пятую, потом десятую, ну и все, там уже не вернуться. Потери интереса к тренировкам. То есть тренировки перестали быть интересными. Это, кстати, не только про групповые, но и про персональные тренировки. Когда тренеры не хотят, не умеют или не могут делать тренировки интересными. Ну вот мы ходим с клиентом, условно по одним и тем же тренажерам, мы не делаем ничего интересного на тренировках, вот там 3 по 20 и погнали. Мы не включаем какие-то там интервалки, мы не включаем мини-соревнования, когда я двух-трех клиентов могу на одной тренировке собрать и между ними сделать какую-то, там, не знаю, историю. Мы не разноображиваем тренировки другими зонами, потому что тренер из тренажерки может легко повезти клиента в зал ГП и там провести тренировку просто для смены обстановки и смены оборудования. Мы не включаем функционалку, мы не включаем МФР. Хотя вот в своих клубах я честно прям заставляла тренеров проходить обучение по МФРу. У меня специальный релиз закупала триггерпоинт прям в тренажерку 2-3 комплекта, чтобы тренеры включали элементы МФРа в свои тренировки. Например, завершать силовую тренировку МФРа прекрасно. Несколько прокаток, да, позвоночник, это микромассаж, это прекрасная возможность растянуться, да, это там 10 минут и для клиента интересно и полезно, и все это классно. Ну, то есть петли включать. В общем, делать тренировки разные, чтобы клиент, ему не было, но сегодня опять одно и то же. Но сегодня опять одно и то же. Даже если мы сейчас скажем, тренер скажет, ну как, я не по одним и тем же тренажером вожу. Ну окей, ну железо в Африке железо. Да, ну попрыгайте на скакалке, это не обязательно иметь какое-то дорогостоящее оборудование. Просто нужно включать фантазию, нужно обучаться, нужно уметь одни и те же, даже тренажеры, одни и те же зоны использовать в разном варианте. А теперь возвращаемся к групповым. Допустим, Лесс Миллс, мы знаем прекрасно, да, что они каждые три месяца делают новые релизы. Это новые связки, это новые треки, это новые полностью программы. То есть программа та же, но все упражнения новые, связки новые, музыка новая. Клиенту не надоедает, ему интересно. И презентация нового релиза в моих клубах всегда была как праздник. Мы прям приглашали, новые клиенты радовались, они бежали, не хватало мест, всегда была презентация нового релиза, это целое событие. А почему? Потому что клиентам за три месяца задалбывалось одно и то же. Одна и та же музыка, одни и те же связки, они все наизусть знают, все надоело. Мышцы тоже привыкают. Кстати, почему три месяца? Потому что мышцы тоже привыкают к одним и тем же упражнениям и эффекта нет. А что мы видим, хорошо, а что мы видим с уроками и тренировками, которые не лесс-мьюс, а которые сами тренеры что-то там ведут? Так это вообще годами. Это вообще годами. Я тут пришла к тренеру, у которого ходила до этого на тренировки в другом клубе, пришла, а все то же самое, музыка та же там три года назад, связки те же. Я говорю, мать, а ты что, вообще не меняешь? Не, ну а зачем? Типа, вот как, я говорю, вы серьезно? То есть у вас тоже это должно быть в управлении, что ну пусть не три месяца, но каждый хотя бы шесть месяцев тренер обязан менять релиз своей тренировки, менять музыку, менять связки, менять упражнения. Да, это работа. Ну, камон, это твоя работа, ты обязан это делать. Да, это тоже нужно проговаривать и на приеме, на собеседовании, да, так это интересный вопрос, а как тренер самому не надоедает вести одно и то же? Конечно, надоедает, это потухшие глаза, отсутствие мотивации у тренеров и так далее, пожалуйста, и как следствие отсутствие мотивации у клиента, ну и соответственно потери интереса. Слишком тяжелые нагрузки, переоценение своих сил. То есть приходит такой заряженный клиент, да, там начинает тренироваться, мышцы отваливаются, там, не знаю, если он сам тренируется еще, если без тренера, да, или приходит на группу, которая идет с высокой степенью подготовки, вот сейчас зайди без подготовки на какой-нибудь бодикомбо или бодипамп, даже если ты возьмешь там самый легкий бодибар, ты сдохнешь просто к концу тренировки. Тебе не захочется приходить на труд тренировку, на который у тебя ненормированная нагрузка. Это как то же самое, я там начну сейчас бегать, не знаю, со скоростью 5 минут за километр, уровень там практически олимпийских чемпионов. Да, я, может, один километр пробегу, но я не захочу так бегать, это мне не будет в кайф. То есть, соответственно, слишком тяжелые нагрузки, а слишком тяжелые нагрузки, это что? Это либо ты пришел на неправильный урок, то есть с подготовкой ниже нужной, ниже группы. Либо ты начал, но все выкладываются, я буду выкладываться. Или ты вместо того, чтобы взять, например, самые легкие гантели, ты смотришь, но все с желтенькими гантелями, что это я розовенькие, возьму самые легкие. Что, мне же стрёмно перед другим. Беру гантели, которые мне не по силам, и не могу нормально с ними тренироваться, мне тяжело. Или начинаю на какой-нибудь зумби просто пахать, как лошадь, без подготовки там и так далее. То есть все, и сразу, конечно, я не хочу на такие занятия ходить. Мне кажется, что проблема не во мне, а проблема в самой тренировке. Тренер, значит, неправильно сказал, не спросил, кто первый раз, не дал советы. Если видишь, что человек выкладывает, у него там на лице уже там белый треугольник смерти, нужно сказать, снижай нагрузку, делай полноги. То есть тренер тоже этим должен управлять, чтобы у клиента после тренировки возникло ощущение легкости, ощущение кайфа, а не вот это, когда ты просто готов выпрыгнуть легкие, и, ну, ты в принципе, тебе не по кайфе какие-то тренировки. Ушел тренер или друг, с которым тренировался? Ну, здесь тоже, я думаю, что расшифровывать не надо. Хочу сказать, что возвращать клиентов сложнее, чем предотвратить их отток. Я надеюсь, вы с этим согласны. И вот давайте теперь работать с предиктором оттока. Предиктор оттока – это предотвращение. То есть как сделать так, чтобы клиент все-таки не перестал ходить. Это профилактика оттока клиентов. Первое, конечно, друзья, это самое важное, мы сейчас говорим про новых клиентов, это вводные тренировки. Давайте здесь прям пошагово. Первое. Нужно включить во все карты абонементы вводные тренировки или старт-пакеты. Причем я вижу, что во многих клубах типа безлимиты включены, а в дневные не включены. Это ошибка. Это ошибка. Или в длинные включены вводники, а в коробки не включены. Друзья, обязательно нужно включать вводные тренировки во все карты и во все абонементы, в студиях в том числе. Вводные тренировки давать на разные направления. Что вижу в клубах? Ну, типа, вводная тренировка у нас в тренажерном зале, а в групповых. А если у вас есть бассейн, а в бассейне, а, например, в единоборствах. То есть включайте вводные тренировки в разных направлениях. Потому что если клиенту не нужен тренажерный зал, ему и вводник не нужен, конечно, нужно ограничивать срок действия хотя бы номинально, чтобы клиент в первые 30 дней, то есть я рекомендую ограничивать срок вводной тренировки 30 дней с момента активации клубной карты или абонементов. Зачем? Да, конечно, вы потом по согласованию можете продлить эту лояльность, чтобы клиент в первые дни, то есть у него было был резон сразу пойти на вводник, иначе потом он сгорит. Обучить тренеров проводить продающие вводники, это важно. Не просто инструктаж, а продающая вводная тренировка. Выставить мотивацию для тренеров на конверсию из вводных тренировок в ДСУ, это отдельная тема, но тем не менее хотя бы задумайтесь о том, что тренер должен быть замотивирован. в разных клубах по-разному, то есть у меня нет конкретного одного типа совета, надо платить за водный или не надо платить за водный, потому что и та, и та концепция в моих клубах была, и обе они рабочие, в зависимости, как подкрутить. А была даже у меня симбиозная система мотивации. Я оплачивала вводник, если после вводника у тебя в течение 30 дней клиент покупал персоналки. То есть если ты продавал персоналки на вводнике, то вводник у тебя платный. Если, ну, то есть я оплачивала, то есть даже такие вещи. Обучить менеджеров и администраторов назначать вводники. То есть хоть это и бесплатная услуга, но ее надо уметь продавать. То есть бесплатную вводную тренировку тоже нужно уметь продавать. Здесь вам скрипт звонка для назначения вводной программы, ой, вводной персональной тренировки, вводника так называемого. Этот скрипт подходит и для админов, если вас админы назначают, и для менеджеров, и для тренерского состава. Поэтому берите, скачивайте, внедряйте. Здесь просто на этом останавливаться не буду, чтобы у вас была возможность спокойно взять этот файл и внедрить его. Следующий шаг. Разогнать нематериальную мотивацию. То есть если в случае с тренерами, я там говорила про материальную мотивацию, да, включить ее, а здесь нематериальную мотивацию для менеджеров и админов на количествах проведенных ВПТ от количества активированных клубных карт или обвинения. Смотрите, здесь именно соотношение. Например, активировано у вас в этом месяце 100 клубных карт. Сколько из них прошли вводные персональные тренировки? То есть процент здесь, да, мы ставим от 50 и выше, да, посмотреть, сколько у вас такое соотношение. И, конечно, здесь мы говорим не про оплату менеджерам и админам, а про нематериальную мотивацию. Конечно, помочь админам и тренерам продвигать вводники внутри клуба или студии. Какие-то объявления, типа воспользуйся услугой, за которую ты уже заплатил. Вводная тренировка вам поможет, там, то-то, то-то, то-то. Обязательно это продвигать на сайте, обязательно продвигать в субсетях прям отдельные посты про это писать. Зачем нужна вводная тренировка? Входит во все клубные карты и так далее. То, что захожу на сайт каждому фитнес-клубу, что я вижу на первой странице? В галерее, да, вот карусель, где у нас листаются акции. Акция для того, акция для сего и так далее. Ни одного баннера не видела о том, что новый клиент клуба получает, не знаю, три вводных тренировки во всех направлениях. Это так круто, приходи. Если ты еще не записался, запишись кнопка записи. А это тоже нужно продвигать. Здесь вам еще подарок. Если вы уже скачали предыдущие, предыдущая ссылка вам пришла на WhatsApp, второй раз регистрироваться здесь не нужно. У вас там в папке лежит еще один файл работы с клиентами после вводной персональной тренировки. Потому что далеко не все клиенты после вводника что-то покупают. Нужно с ними дальше работать. Там прям пошаговый план действий, что делать с клиентами после вводной персональной тренировки. Второй инструмент по работе с предиктором оттока предотвращению оттока клиентов это увеличение их количества визитов. Чем больше клиенты будут, чем чаще они будут ходить, тем меньше вероятность того, что они вообще ходить перестанут. Все логично. Теперь давайте подумаем, как это сделать. Здесь я предлагаю сделать, включить всевозможные средства геймификации. То есть вот эта самая история, чего-нибудь собирать. Возвращаю я на предыдущий слайд. Наверное, вот этот код вы хотели. Пока сканируете, я начну рассказывать про геймификацию. Все мы с вами так или иначе... Нет, не этот. А какой вот этот? Перечень ПВПТ. Все мы с вами так или иначе чего-нибудь где-нибудь собираем. Мы можем в это признаваться, может нет. Кто-то собирает мили в авиакомпаниях. Кто-то собирает бонусы на заправках. Я, например, стабильно езжу заправляться на одну и ту же заправку много лет подряд и стабильно получаю полный бак бензина за какие-то бонусы два раза в год. Ну и зачем мне ехать тогда на другую заправку? Меня здесь все устраивает. Устраивает сервис. Все хорошо. Здесь я еще собираю баллы. Или там собираем какие-нибудь из серии в один салон ходишь, 10 маникюров, 11-х в подарок. Или, не знаю, кофейные абонементы. По-разному. Давайте здесь все равно клиента есть уже к нам клубная карта для абонементов. Давайте сделаем так, чтобы он собирал визиты. Вот эта вот игровая деятельность, она у нас с вами заложена с самого детства. И во что-то играть, что-то собирать. Даже взрослые дяденьки, казалось бы, там всякие серьезные бизнесмены, все равно что-то там имели собирают и так далее. Я сама это видела. И в клубах своих, помню, дяденька приходил там такой серьезный, с дипломатиком, такой очень весь на понтах. И задавал вопрос администраторам, а почему ему там за предыдущий визит не начислились 10 бонусов, хотя он был, прокатка есть, а баллы не начислили. Казалось бы, камон, мужик, ты можешь там 100-500 раз заплатить за все что угодно, но тем не менее он в эту игру включается. Так вот, каждое посещение клиент должен что-то получать. Это может быть реализовано как в приложении, например, если у вас есть приложение клуба или студии. Это может быть реализовано физически. Какие-то наклейки, фишки, отметки, все что угодно, на что у вас хватит фантазии. Администратор при прокатке карты клиенту регулярно говорит, о, у вас уже там, не знаю, 18 фишек, вы можете их обменять, не знаю, на что-нибудь. Например, да? Главное это вот постоянно мотивировать и на это постоянно делать акцент. Сейчас дальше покажу. При продаже карты менеджер, конечно, рассказывает про эту систему. Как раз говоря, что чтобы, прям не скрывая, чтобы мотивировать вас на посещение нашего клуба, у нас есть вот такая система, да? Или у нас есть вот такая игра. Собираете фишечки, наклеечки. Вот не зря, смотрите, почти в каждой сети супермаркета настрой наклейки собираете. И, ну, кто-то собирает, да? А знаете, почему большинство говорят нет? Потому что потом подарки дурацкие. Там даже не подарки, а просто скидки на какие-то там не очень качественные посуду, на какие-то подушки. То, на что не нужно. То есть в этой системе, в супермаркетах дыра. Дыра в том, что я потом эти фишки не могу обменять на что-то толковое. Мне предлагают купить какие-то стрёмные подушки, какие-то ненужные сковородки, какие-то ножи и так далее. И хорошо, если качество этих товаров приличное, да? А вот если бы мне предложили эти фишки обменять, например, на что-то объективно нужное, либо на какую-то скидку, либо вообще что-то выбрать бесплатно, тогда бы я тоже собирала эти фишки. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем прям пойти путём вот этих супермаркетов. Напечатать вот эти наклейки вообще проблем... Мы даже их не печатали, мы брали рулон самоклейки. Вот вообще идёшь, покупаешь в любом магазине рулон самоклейки. Сколько-то там метров, типа 10 метров, в ширину метр. Мы с одной стороны, там, где не убирается, да, вот эта вот штука, а с белой стороны полностью пропечатывали нашей печатью, нашей ОООшки. То есть просто вот у меня админ стоял и шпунькал вот этой печатью без зазоров. Потом мы нарезали на квадратики, на маленькие квадратики эти наклейки. То есть на каждом квадратики получалось кусочек нашей печати. Это мы так защищали их, чтобы клиент не пошёл и сам себе там не налепил этих наклейок, да, понимаете? То есть это вообще бюджетный вариант. Вообще бюджетный вариант. Рулон самоклейки, не знаю, стоит там 500 рублей. Сразу хватает миллион наклейок. Дети тут же нарезали админы и на каждой печати получался кусочек, на каждой наклейке кусочек нашей печати. Всё, мы их защитили. Вот. А каталоги, мы печатали каталоги меню с подарками просто на обычных, цветная печать А5. То есть там был каталог подарков и наклейки за каждый визит. Да, это прикольно. То есть, да, администратор лепит там. Только не надо спрашивать, наклейки собираете? Надо спрашивать, у вас меню подарков с собой или там каталог подарков с собой. Давайте я вам сейчас там наклею, наклею вот эту наклеечку. Сейчас я вам про подарки тоже расскажу, потому что в супермаркетах это очень большая дыра. То, почему у них это не работает так, как это могло быть работой. Дальше. В качестве подарков можно создавать там бонус-магазин. Да, вот, собственно, вот этот каталог. Например, 20 фишек – гостевой визит. Да, там 50 фишек – один месяц продления. Ну, там, не знаю, 30 фишек – брендированная бутылка для... То есть вы можете создать свой собственный бонусный магазин. То есть то, что супермаркеты вот эти говноножи продают, да, там типа... И то они не дарят это в подарок, а типа скидка, понимаете? Вот, поэтому на это никто и не ведется. Ну, то есть, наверное, кто-то собирает, но это очень низкая конверсия. А здесь вы можете собрать то, что вы можете дарить, да, то, что для вас с низкой себестоимостью, например, гостевые визиты, да, или там месяц продления, там, не знаю, объективно. 50 фишек, 50 посещений. Слушайте, это много. Средняя статистика по российским клубам за год, даже если у клиента безлимитное посещение, 100 визитов – это прям считается, клиент прям вау много ходил. Если не верьте, снимите посещение по своим клубам и увидите, что, да, будут те, кто ходил там, не знаю, 150 раз, но это единица. А вот если, блядь, среднее, то 50 визитов – это прям, это прям клиент хорошо ходил. Можно подарить ему там, ну, не месяц там, если жадненький, подарить две недели продления. Ну, то есть, дружище, ты молодец, ты ходил, мы продлеваем тебе в подарок карту еще на две недели. То есть клиент, и это, клиент должен знать правила игры с самого начала. И мы озвучиваем, мы хотим, то есть мы как раз-таки боремся с той пропагандой, о которой я говорила в начале вебинара, да, что клиент думает, ой, ну, клубу выгодно, чтобы я купил и не ходил. Нет, мы развеиваем эти дни, начиная от продаж, заканчивая там рецепцией, управляющим, и говорим, мы хотим, чтобы вы ходили. Да, именно для этого мы создали вот такую бонусную систему. Чем чаще ходите, собирайте фишки, и потом можете приводить гостей, друзей, можете продлевать на эти фишки карту, можете выбрать из нашего там что-нибудь магазинчика, покупать кофе там за эти фишки, например, если у вас бар в собственности, или договариваться с арендодателем, чтобы он вам выделял, не знаю, 20 кружек кофе в месяц, протеин какой-то, то есть в солярий походить. Ну, то есть смотрите, что у вас есть, да. Мы, например, когда на своих курсах, мы тоже, у нас нет задач, чтобы клиент ходил, в смысле, купил и не ходил на наши курсы. Мы за каждое посещение пришел на эфир, получил бонусы, посмотрел там эфир в записи, получил меньше бонусов, да, и так далее. И потом за эти бонусы тоже клиент может выбрать у нас любые подарки. Вот, например, смотрите. Кстати, здесь я вам тоже в этом файлике, кто сканировал, уже не надо сканировать, кто не сканировал, можете сделать. Там у вас есть файлик 20 точек касания с действующими клиентами. Очень классная история про прогрев, про то, как работать с действующими клиентами. И вот давайте сейчас я здесь перемотаю, покажу вам, вернусь потом к этому. Хотела вам прям менюшку, менюшку сейчас. Да, бонусную программу вам тоже там я дала. Где-то у меня прям, где же эти? Нет, не покажу, где-то я хотела вставить, не вставила вам этот слайд. А, вставила, вот, полистала. Смотрите, по поводу количества визита. Слева это скриншот из приложения Тинькофф, Тинькофф банка. Они там, значит, ну, это как бы виртуальная история, она меня мотивирует, но не сильно. Ну, например, ты там потратила, не знаю, какое-то количество денег на благотворительность карты Тинькофф, они это видят и тебе дают какой-то вот стикер, да, ну, как бы, это такой так себе пример, так себе пример, но, вот, тем не менее, чтобы понимали о чем. А справа, это меню наших подарков, да, которые, ну, например, кто в Сколково у нас был, да, там, первый раз мы там шарики новогодние вешали, в этом году кто в Сколково был на фитнес-эксперте, крутили барабан, там, тебе попадает любая цифра, да, там, тысяча рублей, две, три, пять тысяч рублей, и на эту сумму ты сам выбираешь подарок, который подходит именно тебе, именно тебе, причем это не скидка, как в супермаркетах, и это реально нужные подарки, они не сковородки, и спремные подушки, вот, и сделали там эти подарки для разных должностей, кому-то, так там, для тренера, для менеджера отдела продаж, вот здесь там страничку я поставил для управляющих и собственников, да, то есть ты крутишь барабан, у тебя на барабане попадает пять тысяч рублей, и на пять тысяч рублей ты выбираешь себе файлы, там, ты управляющий, окей, вот тебе меню подарков для управляющих, ты менеджер отдела продаж, окей, вот тебе меню там и так далее, здесь точно так же, вы можете сделать меню ваших подарков с номиналом по фишкам, там, 50 фишек, там, наверное, самое дорогое, месяц продления вашей клубной карты, и здесь, кстати, сразу оттекутся те, у кого короткие карты, ну, потому что, ты покупаешь новую карту, у тебя обнуляется, да, эта история, то есть, с новой клубной карты ты заново начинаешь копить фишки, то есть, 50 фишек ты не можешь накопить, если у тебя карта там на 3 месяца, ты физически не сможешь, да, это сделать, то есть, как бы, тем самым мы там еще длинные карты больше мотивируем покупать, и потом, и эти меню могут быть даже размещены по клубу, по студии, да, где клиент видит, я собираю фишки не просто так, я вот коплю, хочу привезти гостя, там, друга, или у вас есть, например, какой-то мерч, какие-то там бутылки брендированные, или еще что-то, хочу себе вот там классную фирменную бутылку, коплю на них, вот, понимаете, а у админа уже просто нарезанные наклеечки, он дает там, сам клиент клеивает, как, собственно, суперманск, вот, поэтому классная история генификации, классно, на нее включаться много клиентов, да, не 100%, но много клиентов, здесь на нее сразу подсаживать, с момента продажи клубной карты, и потом поддерживать на территории клуба, чтобы админы, да, и так далее, можно еще сюда там сделать усиление, ходишь на персоналке, за каждую персоналку тебе дополнительная наклейка, ну, то есть ты за визит одну наклейку получил, еще идешь если на персоналку, да, у тебя персоналка оплачена, еще одну наклейку, таким образом за один визит ты получаешь две, две фишки, две наклейки, подумайте, это реально недорого стоит, это внедрение, ну, из серии, говорю еще раз, купить вот эту самоклейку, самим нарезать, даже заказывать типографию не надо, набрать меню подарков, которые вам по себестоимости, либо бесплатные, либо невысокие, там, ну, солярий, если есть, там, кофеек в баре, себестоимость очень низкая, продление гостевые, заморозка, не знаю, аренда сейфа, аренда шкафчика, то есть вот покрутите, у нас очень много услуг, которые мы можем давать, условно, нулевой себестоимость, бонусная программа, это отдельная песня, и у вас в папке, если вы уже скачали, если не скачали, то скачивайте, у вас в папке есть прям целый мануал с несколькими вариантами бонусной программы, Татьяна, да, запись, я думаю, что будет, Юля, если здесь, моргни, что запись будет, вот, потому что я не рулю запись, я думаю, что Юля, ну, всегда у ребят, у Юли с Максимом всегда есть запись, поэтому я думаю, что и сейчас будет, вот, там прям мануал с разными вариантами бонусной системы, и с нашими рекомендациями, как списывать, как начислять, там и так далее, все очень подробно, берите, скачивайте, да, Юля вот пишет, что запись будет, окей, давайте теперь, Юля, у меня есть, да, время, я чуть позже начала, буквально задержусь, я думаю, что там 10 минут еще у нас осталось, что делать с клиентами, если уже случилось, то есть клиент уже перестал ходить в клуб, или в студию, давайте вот здесь, то есть предыдущие три инструмента я дала на предотвращение, то есть предиктор оттока, а сейчас, если уже случилось, давайте вот сюда посмотрим, если клиент перестал ходить, первое, нам нужно понять, а кто перестал ходить, реально, дофига клубов, которые вообще за этой статистикой не следят, а это нужно внедрить в регулярный менеджмент, я рекомендую администраторов, потому что у них есть клубная программа, у них есть время, вне час пик, да, то есть днем, утром, после первого потока, которые прошли утренний час пик, есть время у наших администраторов, даже в самых больших клубах админы находят время посидеть, полистать ленту в соцсетях, поковырять в носу, походить, покурить и так далее, у них есть время, поэтому не надо их жалеть в этом плане, так вот, в регулярном менеджменте администратора еженедельный мониторинг тех, кто не ходит больше 70 дней, 7-10 дней, 7-10 дней, то есть у вас должно быть, ну, например, каждый четверг там или каждую среду, каждое воскресенье, в зависимости от загрузки вашего клуба или студии, администратор обязан выгрузить отчет из клубной программы и увидеть тех, кто в зоне риска, и он должен вам отчитаться там, как руководить там старшему администратору, да, отчитаться. Больше 7-10 дней у нас не ходит столько клиентов, здесь не ходит столько клиентов, здесь не ходит столько клиентов, это уже, это первый шаг, обязательно следить за этой статистикой. Второе. Администратор, как только вот он сделал этот отчет, выгрузил, он отправляет сообщение в WhatsApp, ну, или в Telegram, там, с чем вы работаете, с приглашением на тренировку. То есть 7-10 дней, день пропуска, у нас мы идем по нарастающей, да, то есть еще не критично, 7-10 дней, при этом, если карта у клиента не заморожена, если карта заморожена, все, мы его не трогаем, чувак заморозил карту, он либо уехал, либо заболел, либо еще что-то, он, ну, как бы по объективным каким-то причинам, то есть карта заморожена, мы их не трогаем. Если карта не заморожена, и клиент не ходит 7-10 дней, значит, первое, начинаем по нарастающей, отправляем сообщение в WhatsApp с приглашением на тренировку. Ну, например, вот я вам даже даю там пример такого сообщения. Ольга, доброго дня, хорошего, позитивного настроения. Мы очень, по-моему, можете здесь представиться, это ваш подснежник, администратор Евгения. Мы очень по вам скучаем и помним про вас. Чтобы вам было легче вести здоровый образ жизни и поддерживать себя в хорошем форме, дарим вам реально полезную книгу. Ловите, ссылка на электронную книгу. Книга, которая изменить ваше отношение к спорту и питанию. Здесь мотивируем и можем сразу пригласить сейчас, во-первых, здесь вам в этом же, в этой же папочке есть 20 ошибок в переписке, потому что, коль я в переписку здесь вошла, чтобы вы не делали, не допускали ошибок, пали к вам 20 ошибок в переписке. Вот, коль я пошла в истории про переписку. И, допустим, если клиент, то есть мы сначала просто этому клиенту делаем подарок и мотивируем, напоминаем про себя, и через час, через два, можно к вечеру, можно на следующий день, уже пишем конкретное приглашение. Тоже админ пишет. Ольга, доброго дня. Это снова я, администратор Евгения. Давайте подберу вам, приглашу вас на тренировку и подберу вам тренировку. Вам когда удобно? Сегодня или завтра? Подобрать тренировку можно из групповых. Если администратор видит, что у него вообще вводник еще не пройден, даже если прошло 30 дней, можно писать там, Ольга, давайте согласую для вас продление срока водной персональной тренировки и запишу вас на водной персональной тренировке. Если водной персональной тренировки нет, то приглашаем на конкретную групповую. Даже если у вас нет предварительной записи по групповую, мы пишем, подберу вам тренировку. Я надеюсь, WhatsApp у вас у всех есть. Естественно, это не с личного номера администратора, это с рабочего номера. Либо у вас это все рынки есть, либо у вас хотя бы веб-версия стоит, лежит рабочий WhatsApp, и с него все пишут, чтобы администратор это сменился, другой администратор может подхватить. Я надеюсь, здесь все понятно, вы уже все взрослые, все это знаете. То есть, первый триггер 7-10 дней человек не ходит, причем неважно, это новый, продленец, какой угодно клиент. Если есть карта, а он 7-10 дней не ходит, и карта не заморожена, пишем сообщение. То есть, это прям регулярно менеджменте у админа должно быть. Если клиент не отвечает и все равно не пришел, то есть, да, уже увеличивается срок 10-14 дней пропуска, то есть, две недели. Здесь, как бы, уровень накала уже больше, уже две недели человек не ходит. Идет звонок. Либо от админа, да, с мотивацией, ну, может быть, у вас есть сервис-менеджер, в некоторых клубах есть такие должности, окей, отдайте это сервиснику. Но, большинственное, опять же, клубов нет сервис-менеджера, есть администратор. Значит, клиент не отвечает, на тренировку не пришел, через 10-14 дней администратор звонит. Тоже звонит с мотивацией. Вот здесь не надо точно бояться, клиент не будет требовать возврат. Прошло всего 10-14 дней, то есть клиент про возврат еще не думает, да? Вот, поэтому администратор звонит примерно таким же текстом. Ольга, добрый день, фитнес-топ-подснежник, ваш администратор Евгения, звоню, так как переживаю, только знаете, вот давайте, если это скрипт, он должен быть человечным. Но из серии, переживаем, не видим вас в клубе, может быть, что-то случилось, если у вас есть возможность заморозки по телефону, я уехал, можно предложить, так давайте я вам заморожу карту, чтобы вы не теряли время. В смысле теряли дни оплачены, это забота о клиенте. Клиент понимает, что этому клубу важно не только продать, чтобы я тренировался, как раз те причины, о которых мы говорили в самом начале. Вот, либо там, Ольга, давайте я подберу для вас групповую тренировку, там были уже где-то, видели, начинаем мотивировать клиента прийти. Клиент может, поверьте, когда мы вот так вот звоним клиентам, клиент начинает даже оправдываться. Во-первых, ему очень приятно, что клубу на него не пофигу. Во-вторых, это очень здоровская история, продлевать этого клиента будет гораздо проще. Третье, клиент начинает серьезно, в полном серьезе оправдываться. То есть, в хорошем смысле этого слова, да я, да вот что-то пока некогда, да я вот закрутился там. То есть, клиент понимает, что ему ничего не хотят продать. Клиент понимает, что ему хотят помочь. Да, у администратора, естественно, должно быть расписание групповых перед глазами. Администратор должен нормально ориентироваться в этом расписании, чтобы там подобрать какие-то тренировки. 10-14 дней, звоним клиенту. Даже вот вам небольшой скрипт. Там Ольга, добрый день, это Виктория, ваш фитнес-купромашка. Есть пару минут, у меня к вам важное дело. Ну, окей, есть, да, клиент понимает, чтобы ничего не хотят продать. Смотрю по клубной программе и вижу, что вы практически не ходите в клуб. Что такое? Что случилось? Ну, там клиент, например, нет времени. Понимаю вас, у меня тоже постоянно времени не хватает. Давайте-то беру для вас тренера. Тренер главный мотиватор на посещении клуба. У меня недавно буклет, то есть какой-то можно здесь диалог завести и там привести, например, клиента либо к персональной тренировке, либо к вводной тренировке, либо к групповой тренировке. То есть, вот небольшой вам пример скрипта, как можно поговорить с клиентом, администратором, как его замотивировать. Следующий шаг. Если и это не сработало, подключается тренер. И здесь, конечно, у меня всегда идет сопротивление. Тренеры не будут писать, им нечего делать и так далее. Это все, конечно, снимается одним простым, ну, моей отработкой возражения. Если вы хотите, чтобы у вас клиенты ходили с действующими абонементами, то вы найдете способ, причем демократичный способ, чтобы тренеры писали таким клиентам. Даже если это не персональный клиент, он никогда персонально не занимался. Все это делается, если это большой клуб, то у вас есть координаторы или супервайзеры или старшие тренеры или фитнес-менеджеры и так далее. Если у вас маленький клуб или студия, то там вообще все друг друга знают, тут вообще проблем никаких нет. Прямо со своего телефона вы распределяете. Вот у нас там, не знаю, пять клиентов, которые попали за эту неделю в зону 15-20 дней пропуска посещения клуба. Даете их телефоны и даете конкретные скрипты. То есть тренер не несет от себя тену. Он пишет конкретные абсолютно вещи. Вы им даете скрипты для переписки. Его задача просто там зайти в WhatsApp и отправить клиенту скопировать, вставить, поменять только имя. Что пишем клиенту тренер? Тоже возьмите прям наши скрипты. Ничего страшного. Это прекрасная работающая вещь. Ольга, добрый день. Это тренер вашего офисного клуба Подснежник Алексей Иванов. Пишу узнать, как у вас дела. Давно не видели вас в клубе. Мы волнуемся. И причем распределяйте это равномерно среди всего тренерского состава, всех подразделений. И тогда у вас не будет большой нагрузки на какого-то одного тренера. Клиент, например, отвечает, добрый день пока некогда. Ольга, понял вас. А давайте найдем в вашем графике 30 минут. Хочу вас пригласить. Можно даже с какими-то тренерами договориться на бонусные тренировки. Можно вот здесь, тут я приглашаю на интервальную тренировку, а можно приглашать на групповые тренировки. Ольга, приходите ко мне на групповые тренировки, пригласить на какую-то конкретную, подобрать тренировку. Дальше. Если и это не сработало, и у нас клиент не ходит 25-30 дней, у нас идет тяжелая артиллерия. Звонок от управляющего. И здесь вы можете сколько угодно говорить, что вы дофига заняты, и что управляющие вообще самые занятые люди. Я бы вам поверила, если бы сама много лет не работала управляющая в разных клубах и даже сетевых клубах, где у меня было три клуба, один из них восьмитысячник. Одновременно. И я звонила и по возвратам, и по жалобам, и по предиктору оттока, да, вот по клиентам, которые 30 дней не ходят. Ну, потому что, если вы сделали все предыдущие шаги, то есть, смотрите, если вы этого никогда не делали, то это не значит, что сейчас вам нужно снять статистику, и все, кто не был больше месяца в клубе, вы начинаете им звонить. Нет. Они точно так же проходят всю вот эту песню. Сначала пишет админ, потом звонит админ, потом пишет тренер, и если все ничего не срабатывает, да, уже звонит управляющий. То есть, представляете, каков уровень хорошего шока, когда клиенту звонит управляющий и мотивирует его на тренировке. Здесь можно и пошутить, что сусти, но вам уже и администраторы звали, вас и тренеры звали, ну все, теперь уже ваше дело у меня на столе под личным контролем, понимаете, даже вот как бы с юмора. Ну, Ольга, ну, скажите, что сделать, чтобы вы пришли к нам в клуб, давайте, давайте я подберу для вас и там лично тренера. Давай, ну, то есть спросить у клиента, а в чем, собственно, проблема? Да, а что не так? Что, ну, как бы, что, что произошло? Может быть, какой-то там тренер или администратору клиент не захотел рассказать, а вам расскажет. Да, там могут всплыть какие-то жалобы, которые управляющий может отработать. Там могут всплыть какие-то ситуации, которые управляющий может решить. но даже если вы не будете звонить всем клиентам, у которых пропуск 30 дней и больше, даже если вы будете звонить каждому второму клиенту, вы, во-первых, вы узнаете очень много про свой клуб, вы можете очень много процессов оптимизировать, вырулить, исправить, да, принять правильное решение, быть, так сказать, ближе к народу и знать очень много интересного и важного. То есть лучше отодвиньте какие-нибудь другие дела, но вот это общение с клиентами, оно очень важно и нужно. По приоритету один из самых важных. Вот. Я надеюсь, вас убедила, все, 10 минут у меня вот закончились. Еще раз хочу вас призвать складывать ресурсы, время, силы и хотя бы небольшие деньги в возврат на тренировки и тренировки. это окупится в несколько раз. Вы сами увидите, вот уже через месяц-два вы увидите, как у вас меняется процент продления в лучшую сторону, как у вас меняется посещение, растет ДСУ, растет выручка по дополнительным услугам и товарам и так далее. То есть да, у вас будет посещаемость, нагрузка, загруженность клуба, вышиток, это хорошо. Я надеюсь, у вас ни у кого нет модели типа продать 5000 карт на клуб в 1000 квадратов. Я думаю, что у всех бизнес-модели адекватные. Вот поэтому, друзья, призываю, я просто в конец вывела QR-код, где все подарки, да, не только 20 ошибок в переписке, а абсолютно все подарки, которые я сегодня давала. Вот, поэтому, надеюсь, я вас убедила. Инструменты, которые я вам даю, реально проверены. Вот кроме одного инструмента, я вам сказал, что это моя мысль, пока я еще нигде не реализовала студия с узкой направленностью для людей с большим лишним весом, вот это не проверено. Это пока идея. Все остальные инструменты проверены, внедрены и реально работают. Очень хорошая история с наклейками, вот с этими фишками, вот просто такая фишка. И история вот со звонками, если у вас уже случилось, что клиенты уже посваливали, да, уже не ходят, вот такой поэтапный план действий работает, занимает время, денег там нет, заметьте. То есть, траты денег, но если только вы будете согласовывать, например, в некоторых клубах это взяли как инструмент, когда там 30 минут, персональная тренировка, 30-минутная, коротенькая, с тренерами бесплатно, да, с тренерами договариваемся, если тренд возвращается, да, то это как бы клубу все равно плюс. Ну и, конечно, водные персоналки, слушайте, я про это у меня уже язык отваливается, говорить о пользе водных персональных тренировок, насколько они нужны во всех ипостасях и во всех процессах. Вот, на этом у меня все. Если есть вопросы и у нас есть время, вы можете их задать. Ну, ребята, эфир выложат, да, там тоже можно будет в комментариях задать вопросы, я с удовольствием потом, когда выложат Юля с Максимом эфир, я тоже смогу на них ответить. Да, Жень, спасибо огромное. Коллеги, я вот здесь вот высылаю вам ссылочку, собственно, фитнес-эксперт-групп, мы называемся в YouTube и во всех запрещенных сетях, а также ВКонтакте нас так можно найти, а в YouTube там у нас где-то через недельку мы выложим записи, вот, ну что, я вопросов не вижу, но участников сегодня было много для понедельника, хочу всех поблагодарить за участие, Жень, тебя безусловно. Сегодня вторник, слава богу. Ой, а ты знаешь, все, ну понятно, ну в общем, да, мы просто в Казани, поэтому у меня, видимо, и вторник, точнее, и понедельник, ну такой первый рабочий день, понятно, ну, меня коллеги простят, так или иначе, и для вторника много людей, да, Алексей, рада видеть, Казань была действительно классной, поэтому у меня и понедельник. Что? Зову всех в Минск, ссылочку вам выслала, вот, все мы там будем, поэтому приезжайте общаться, мы любим, когда люди общаются с нами очно, не только. Так, Жень, ты сегодня прекрасна, у тебя прям какой-то у нас эфир такой из будущего, то есть, ты очень интересно проявляешься на фоне баннера, так очень симпатично получается. Почему эфир из будущего? На самом деле просто, знаешь, как ней рассеять, как будто бы прям вот. Юля, у вас тоже это можно сделать, я тебе потом напишу как-то. Ты знаешь, я так каждый раз пытаюсь вид из окна заполнить, наверное, тоже пора тем же, чем мы занимаемся на самом деле. Вот, ну все, тогда, коллеги, всем хорошего дня, со всеми прощаемся. Спасибо. До 15.00, Жень, с тобой уже до Минска увидимся. Пока-пока. Ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok